Не секрет, что этот полноприводный автомобиль в народе считают тяжеловесным паркетником. И неспроста. Большой вес, маленький размер колес в стандарте наводят на мысль о том, что на этом автомобиле нельзя покидать асфальтовое полотно. Но есть люди, которые с успехом доказывают совершенно обратное. Итак, перед нами Toyota Land Cruiser 100 в комплектации VX с двигателем 4,7. По словам владельца, у этого монстра есть один недостаток. Он тяжеловат. Этот нюанс однажды чуть не стал причиной трагедии. Сотку потащило по мокрому травяному склону вниз. И только чудо и огромный опыт хозяина помогли избежать падения с обрыва. В остальном же это почти идеальный экспедиционник и турист. На бездорожье находиться в салоне этого автомобиля так же комфортно, как и в городских джунглях. Создается впечатление, что соточный комфорт нельзя испортить ничем. Грязевые 33 колеса добавили этому автомобилю не только более агрессивный внешний вид, но и обеспечили достаточно неплохую проходимость. Стоит отметить, что вездеходность – это не самый большой плюс этого автомобиля. Главное, чего хотел добиться хозяин этого оффроад-лайнера – комфорт при дальних путешествиях. Автомобиль оснащен экстремальной экспедиционной подвеской, усиленной трансмиссией, силовым бампером, лебедкой, дополнительной оптикой и многими другими элементами джип-тюнинга. А вот в двигатель хозяин автомобиля вмешиваться не стал, так как, по его мнению, надежнее тойотовских движков найти что-то довольно сложно. В машине присутствует много вещей, скрытых от взора телезрителей. Пневмосистема, блокировка всех дифференциалов, система двух аккумуляторов, экспедиционный багажник с кофром, доп-канистрами, раздвижным тентом и спальный отсек, правильно называемый «актив-вакейшн», который также является местом для хранения большого количества экспедиционной утвари. Этот проходимец имеет у себя в арсенале даже душ. Согласитесь, как приятно, находясь в сухой и пыльной степи, освежиться и привести себя в порядок. Это многого стоит. Мы делаем заключение, что этот лайнер почти идеален. Это очень хорошо и профессионально подготовленный экспедиционник. Но занять место идеального внедорожника для рыбалки, охоты и туризма он не может, так как у него есть не один, а два достаточно весомых минуса. Эта вседорожная яхта потребляет слишком много бензина и имеет слишком большой вес, чтобы стать идеалом. Поэтому мы пожелаем владельцу приятных дальних путешествий, а сами отправляемся искать идеальный внедорожник дальше.